Всем привет! Никогда бы не подумал, что мне придется аж ставить нумерации на эти видео, но это уже седьмой выпуск Design Review. И поэтому сегодня я бы хотел поговорить с вами еще о трех работах, которые мне прислали ребята. И не хочется медлить, поэтому уже погнали прямо сейчас. Ну что же, в этом выпуске будут и специфические дизайны, и супертрендовые дизайны, и даже респансив дизайн. И вот именно первая работа, которую прислал Михаил, она касается респансив дизайна. И мне бы хотелось вот именно обсудить с вами эти нюансы и на чем стоит заострить свое внимание. Давайте же посмотрим. Итак, Михаил прислал свою версию респансив веб-сайта. И даже, что мне очень нравится, даже небольшой, скажем, такой гайдлайн по этому стилю, который он задал. Но все-таки давайте же подберемся чуточку ближе и разберем. И здесь я, наверное, постараюсь держать именно два экрана, чтобы было более понятно. И пройтись именно вот конкретно по дизайн, скажем, по респансив дизайн, в чем отличие. Во-первых, из минимального, то, что мне бросается сразу, наболевшая типографика. Но сегодня мы на типографике заострять внимание не будем. И все, за что здесь можно поживить, это, в принципе, заголовки, которые не выровнены, в принципе, непонятно вообще, как они выровнены. То есть этот по правому краю, этот по левому, но они вроде как и не по центру, а вроде как и по центру не до конца понятны. Хотя в мобильной версии сделано все по левому краю. Ваша задача сделать минимальную боль для разработчика при портировании вашего интерфейса в мобильную версию. Но при этом нужно помнить правило, что, во-первых, многие говорят, что шрифты можно увеличивать, точнее уменьшать в мобильной версии. Кто-то говорит, что нельзя уменьшать шрифты, они должны оставаться такими же. Я лично придерживаюсь правила, что шрифты должны оставаться такого же размера, которые не должны быть в десктопной версии. Это, в принципе, чисто мое такое вот, ну, это, скажем, чисто мой взгляд. Но это, скажем, не основное правило. То есть в респансе, в дизайне можно делать текст адаптивным, который будет уменьшаться, соответственно, по мобильной версии. Но на самом деле это у нас просто привычка такая осталась, что если мы делаем мобильную версию, значит, все должно быть мельче. Но это не так. То есть вы можете оставлять абсолютно такие же пропорциональные размеры объектов, которые вы делали в десктоп-версии. И поэтому вот здесь именно хочется указать на то, что заголовок у вас по левому краю выровнен и текст меньше. Здесь он больше и выровнен вроде бы как по левому, но вроде как и нет. Вот. Очень гигантская прям, здоровенно гигантская иконка меню. Она очень большая. Мне кажется, ее можно было бы сделать более эстетичной, учитывая, что сам логотип компании, который здесь находится, он выглядит довольно эстетично. Я к тому, что можно было бы сделать точно так же меню, такими вот тремя тоненькими полосками. Потом касательно кнопки. Вот я обратил внимание, что здесь вы где у себя указали в стилях, значит, у вас Open Sans Extra Ball. Он супер маленький здесь шрифт. Здесь он большой. Здесь еще больше. И вот я так понимаю, что вот эта вот кнопка, вот эта именно, она совпадает вот с этим вот стилем. То есть, я не понимаю, как оно было сделано, но когда вы делаете UI-кит или какие-то гайдлайны для разработчиков, вам нужно собрать все кнопки, которые вы использовали в ваших дизайнах, со всеми размерами. Потому что для программиста каждая отдельная кнопка – это отдельный, скажем, стиль в CSS. То есть, под каждую кнопку он будет писать, например, кнопка с большим текстом, кнопка со средним текстом, кнопка с маленьким текстом. Это все будет три разных стиля. И поэтому, если вы делаете вот такие вот гайдлайны, вам нужно об этом указывать. Потом здесь опять, что я могу сказать. Хочется, не хочется, а придется все-таки снова вернуться к типографике. Межстрочные пробелы прям не продохнуть. Плюс видно, что здесь был пробел поставлен, не пробел, точнее перенос, был поставлен искусственно Enter, что делать категорически запрещено. Потому что, в общем, нельзя оставить пробелы, точнее переносить на новую строку Enter и нельзя на новой строке оставлять одно слово. Это запомните и пользуйтесь этим всегда. Потом, что еще хочется сказать по мобильной версии. В десктопной понятно, через личный кабинет, я не знаю, это ссылка или нет, но, например, скачать white paper pdf, это вот ссылка, да, на которую я мышкой, в принципе, нажать могу без всяких проблем. Но здесь, например, пальцем в этот white paper pdf мне будет очень проблематично попасть. Я, скорее всего, попаду именно по кнопке развернуть описание. А только уже потом, если она спрячется, я смогу попасть по этой ссылке. Вам нужно проработать спейсинг. Многие забывают, что, в принципе, что очень хорошо использовать. Если вы сделали кнопку, то есть кнопка у вас, по сути, это вот как один такой большой контейнер, то вот ссылку, которую вы размещаете, вот, либо скачать white paper pdf, вам нужно точно так же разместить в контейнере, именно в мобильной версии, потому что человек туда будет нажимать пальцем, и там должна быть область, которая выходит за рамки этого текста, чтобы было удобнее попасть. Опять, это все необязательно, но это нужно пользоваться, чтобы интерфейс был более дружелюбный, и чтобы человек не пытался разбить свой телефон, ты тыкая вот на вот эту вот ссылку, которая прямо вплотную, почти прибита к кнопке. Далее, я вижу, что команду вам было лень делать под мобильную версию, вот так накидали два варианта. Честно, опять, у вас в стилях, видите, кнопка ВК, это то, о чем я говорю, в стилях должна быть последовательность, всегда причем, то есть в мобильной версии, в десктопной версии. Если вы этот значок ВК поставили на фотографию, то у вас он должен быть тоже здесь на фотографии. То есть вы должны быть максимально приблизить все ваши компоненты в мобильной версии, так как они были в десктопной, или наоборот. То есть оно не должно быть разное, это получается, что это разные лоялты, а это значит, что программисту придется опять-таки делать двойную работу и писать отдельный CSS стиль. Он, в принципе, будет, но его придется просто больше переписывать. Здесь дальше, ну, в принципе, особо больше нет таких вопросов. Но то вот, что я хотел бы суммарно так подытожить. Помните, то есть если вы делаете, уменьшать текст ОК можно, но, опять-таки, до разумных пределов. Даже на этом, даже на сайте, который специальный вот этот вот CSS HTML5, там написано, что при responsive design там можно указывать шрифты именно в процентном соотношении на разные разрешения. То есть если, грубо говоря, когда вы будете сжимать свой браузер, у вас будут лишь шрифты уменьшаться. Но нужно помнить, что мобильная версия, это не значит все мелкое. Мобильная версия, это должно быть тоже нормально читаемо. И, в общем-то, это, наверное, самое главное. Последовательность в стилях ваших и читаемый текст. Спасибо, Михаил, что прислали свою работу. Я, надеюсь, ответил на ваши некоторые вопросы. И давайте же приступим к следующей. А прислал следующую работу Евгений Кириченко. Он сделал такой полноценный портфолио-проект, который хотел меня, попросил, чтобы я сделал на него обзор. И, честно, на первый взгляд работа производит огромнейшие впечатления. Мне кажется, это очень хорошо. Это, в принципе, то, что должны делать работы, которые делаются для портфолио. На первый взгляд они производят просто обалденные впечатления. Но, когда начинаешь слегка углубляться, начинаешь находить какие-то мелкие детали. Но, на самом-то деле, дизайн это вообще такая штука. В ней невозможно, наверное, зато, почему я и начал эту рубрику. В дизайне всегда найдешь к чему докопаться. Здесь нет такого, что все идеально. Наверное, бывает, но очень редко. Всегда можно к чему-то докопаться. Причем даже у самых топовых дизайнеров всегда можно найти ошибки. Моя же задача просто показать и объяснить, что вы делаете неправильно, если вы делаете что-то неправильно. Собственно, это главная задача. Ладно, давайте же перейдем, посмотрим работу. Итак, на первый взгляд, когда я только открыл эту работу от Евгения, я, честно, аж ухнул. Серьезно, очень круто все выглядит. Мне прям очень безумно понравилось. Я даже такое посмотрел, думаю, блин, жалко, почему не я такое вообще рисую. Мне очень нравится. Очень в стиле, в духе нашего времени. Рюкзаки решают. Очень классно. Вот. Есть буквально пара нюансов. Мне вот очень нравится вот этот вот каталог. Выглядит безумно красиво. Но есть некоторая вот путаница, вот, к которой я пришел. Я вижу вот ShopNow. Возможно, это карточка. Возможно, это не открытая страница товара. Не берусь сказать. Потому что здесь уже Add to Cart. Но я вижу, вы сделали призыв к действию, как бы вот эту вот иконку. Но сам Add to Cart у вас серым. Он должен быть четко читаемым черным. Или, то есть, вся кнопка должна быть желтой, на которой было бы написано белым текстом добавить корзину. Потому что так оно кажется, что кнопка отключена. Такого не должно казаться вообще. Тем более, в интернет-магазине, когда все ваши, скажем, вся ваша цель свести к тому, чтобы повысить максимально продажи товаров. То есть, вам нужно сделать так, чтобы у пользователя вообще даже мысли не возникало, что там может быть что-то отключено. Все, что может быть отключено, это когда нет товара в наличии. Или когда, например, какой-то один из цветов рюкзака отсутствует. Вам надо показать, что вот этого рюкзака нет. Но я понимаю, что эта работа была сделана исключительно для портфолио. Поэтому опустим то, что здесь разные стейки. Опять. Ссылки черные хорошо, но серые не очень хорошо. Я вижу, что вы сделали серый для, как бы, для description, для маленьких таких вот текстов. Но помните, что все-таки это нужно делать пополноценно. Потом здесь у вас стиль с подчеркиванием, там у вас он был кнопкой. Вам нужно здесь как-то четко разграничить. Здесь вот в UO вы сделали так. Еще вот один стиль ссылки. То есть, не совсем понятна, скажем, последовательность. То есть, у вас очень много разных стилей на именно экшн-элементы. То есть, вот, например, ShopNow здесь тоже серый, но маленький. Мне кажется, слишком мелко. В общем-то, не знаю. Сильно придираться не хочу, потому что работа реально очень классная. Но вот что-то именно не так с экшн-элементами. Они разного стиля. Возможно, это потому, что в портфолио не все вот именно отображено. Знаете, мне вот приятно видеть, конечно, когда я вижу все абсолютно скрины. Но вот именно конкретно по этим, что могу сказать. Не делайте ссылки серыми, не делайте кнопки серыми, потому что это может ввести в заблуждение человека. И старайтесь все-таки именно экшн-элементы, если вы хотите делать, делайте их более чистыми. То есть, экшн-элемент, оранжевый, например, который вы сделали, неактивный элемент серый, любой description серый, все ссылки, например, чисто черные, тогда будет более понятно. А здесь у вас, получается, есть и оранжевые ссылки, и серые ссылки, которые вроде как дублируют иконку, и при этом черные ссылки. То есть, очень много разных стилей. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Спасибо вам, Евгений, что прислали вашу работу, и перейдем уже к следующей. Ну что же, а завершить хочется последней работой, которую прислал Имрах Алиев. И он здесь вот написал, я просто, я такие сообщения не могу не прочитать. Здравствуйте, Евгений, очень нравится ваш канал. Мне всегда приятно знать, что кому-то нравится мой канал. То, в каком стиле вы снимаете. За это вдвойне приятно. Обещаю, скоро вернусь к этим съемкам. Как только разгребу дизайн-ревью. Буду очень рад, если вы оцените мой реальный проект. Это, кстати, очень хорошо, что реальный проект. Мы сейчас вот как раз по нему пройдемся. Как вы думаете, такой уровень и подход к работе дал бы возможность устроиться в хорошую студию? Я скажу всегда, вот на такие вопросы я всегда стараюсь отвечать так. Никогда недооценивайте себя. Всегда у каждого есть шанс устроиться туда, куда он хочет устроиться. Всегда. То есть, не надо заранее ставить на себе крест. Вы думайте о себе, что это прям как напоминает как это, лайф-коучинг. Вы достойны лучшего. Это правда. Не надо этого стесняться. То есть, поставили перед собой цели, добивайтесь. Если хотите работать в какой-то крутой дизайн-студии, вперед. Нарабатывайте портфолио и идите устраивайтесь туда. Это, в общем, ладно, я отклонился от темы. Об этом, может, как-нибудь тоже поговорим после того, как я обещанно запишу, как составлять резюме. Ну, в общем, давайте теперь посмотрим работу Имраха. Я надеюсь, я правильно сказал. Итак, я вижу, что здесь банковский сайт. В общем, я вижу, что здесь работало несколько человек над этим, а точнее два. Но, тем не менее, я будем предполагать, что все сделал один человек. Значит, в принципе, все очень чисто. Здесь и иконки в одном стиле, что очень важно. И правильно подобраны цвета. И, в принципе, выставлена даже типографика. То есть, говорится, какими размерами что должно рисоваться. Я только болт 100 смутил. Ну, окей, это нормально. Вот. Сетка есть, что тоже очень хорошо. Нравится, что люди делают вайрфреймы. Вы знаете, как показала практика, например, ну, я понимаю, что большие проекты, тем более для банков, они, хочешь не хочешь, они требуют такого подхода. И вообще, в принципе, все вот, скажем, крупные проекты, они требуют подхода, где все начинается с, скажем, зарисовок на листике, да, заканчиваются потом вайрфреймами, вайрфреймы перерастают в полноценный прототип, и уже потом прототип перерисовывается в дизайн после того, как определяются какие-то стили. Но это, скажем так, в идеальном мире. Зачастую, я не помню, честно, на моей практике, чтобы это когда-то работало. Возможно, в каких-то именно крупных студиях, где конкретно серьезно над этим сидят, думают, и у людей есть большой запас времени, такой большой капасити времени. Возможно, это там реально. Но зачастую на проектах, где, например, скажем, небольшой клиент, да, естественно, он хочет потратить своих денег по минимуму. И когда он хочет тратить своих денег по минимуму, естественно, все вот эти фазы, там, вайрфреймы, прототипы и так далее, и так далее, и так далее, они все проходят мимо. Как правило, это все обходится какими-то идеями, минимальными какими-то прототипами, а дальше это сразу уже все загоняется в дизайн, потому что он знает, что если еще люди начнут рисовать вайрфреймы, тогда они потратят намного больше времени. Соответственно, если они потратят больше времени, они возьмут больше денег. В общем, ну, вы понимаете, все вот эти вот вытекающие. Но здесь как бы здорово. То есть здесь сделан прототип, все понятно. Тут даже банально закрасишь цвета, поставишь цвет кнопки и фон, и все. И, в принципе, уже готовый сайт. То есть, я так понимаю, это было именно так, сделано именно скрупулезно, что очень хорошо. И, между прочим, заняло меньше времени, чтобы потом перерисовать в дизайн. Так вот, здесь, в принципе, выглядит здорово. Хороший спейсинг, заголовки все на своих местах. У меня, в принципе, к десктопной версии вопросов нет. Она довольно чистая, она простая, ее очень легко читать. Сделано все в такой легкой, отдаленной такой стилистике, материал-дизайн с этими тенями. Вот, не знаю, красиво, все хорошо. Даже сделано, вот я вижу, анимация. Давайте уже посмотрим. Скроу, ну, окей. Такая простая анимация, но красиво, здорово. Возможно, может быть, это даже живой сайт, где уже вот просто взяли, записали экран. Ну, вот касательно мобильной версии. Во-первых, первое, что меня смутило, оно было и в десктопной версии, но я уже вот, чтобы сюда до конца добраться. Как правило, нижнее подчеркивание означает ссылку. И здесь я, честно, не знаю, это ссылка. Если это ссылка, окей. Если это не ссылка, то на самом деле это плохо. Это может ввести заблуждение пользователя, потому что он будет думать, что он может туда нажать. Второе, вы изменили у я. Вот это, в принципе, не сильно критично касательно вот этих вот преимуществ. Но окей. Вы поставили вот эти рамки. Я не знаю, насколько... Ну, в принципе, для мобильной версии нормально держать в рамках. Но вы понимаете, что эти рамки, они съедают горизонтальное место, которого, в принципе, в мобильной версии не так уж и много. Но в данной ситуации, мне кажется, это абсолютно нормально. В принципе, тут, не знаю, проект сделан хорошо. Я больше хотел даже донести именно суть того, что как именно правильно можно организовать процесс и почему стоит использовать варфреймы. На самом деле здорово. Выглядит вот второй, я смотрю, Азовский морской порт. Вот здесь, в принципе, тоже нечего сказать. Вот человек старался, он рисовал на листиках, вот чертил все это дело, эти схемы. Хотя на самом деле, я вот могу вам, и мрак, сэкономить время. Вы то же самое могли нарисовать где-то в скетче или в редакторе, в котором вы делаете, и потом просто копировать, расставлять. И знаете, ну, как бы, можете даже свои какие-то элементы для прототипирования создать и в будущем сэкономить на этом время. Но это здорово. Я вижу, что опять вы все уже подготовили. Но вот тут опять нюанс. Возможно, дизайн был сделан сперва, а потом для портфолио дизайн был переведен в прототип. И такое тоже может быть. Но здесь я не берусь сказать. Тоже здорово. Мне нравятся иконки. Очень красивые. Видео, я думаю, там тоже анимация со скромом. Здесь по итогу, что хочется сказать. Вот то, на что я смотрю. Имрах, вы большой фанат материал дизайна. Это видно сразу. Это неплохо. Это хорошо. Сказать что-то плохое о ваших двух работах не могу. Они абсолютно достойны того, чтобы вы пошли, попробовали устроиться в какую-то студию, в которую вы хотите. Они выглядят великолепно. Просто вот у меня нет вообще никаких претензий и нарицаний к ним. Пробуйте. У вас есть прекрасное чувство вкуса. У вас есть прекрасное чувство общего пространства. Вы не пытаетесь все сжать, вот прям сплюснуть. Это очень хорошо, потому что зачастую иногда люди пытаются воткнуть в минимальное пространство как можно больше информации. Кто-то иногда бывает наоборот растягивает это так. Вы знаете вот какую-то золотую середину. Это тоже очень важно. Материал дизайн – зачет. Иконки вы прекрасно комбинируете, держите стиля. Не знаю, захвалил я вас. Я что-то вот заметил. Последних, кого я вот делаю ревью, я что-то хвалю. В общем, еще раз спасибо, что прислали вашу работу. На этом что мне хочется сказать. Стандартный ритуал. Подписывайтесь на канал, вставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Присылайте ваши работы вот прям вот сюда, вот на этот вот ящик. Впереди нас ждет еще много дизайн-ревью, а в том числе и юбилейный выпуск. И увидимся с вами уже в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok